И снова здравствуйте! Мы вернулись! Это шоу «Овсянка» и оно продолжается специально для вас. Телеканал Первый Ярославский. Меня зовут Дмитрий Московский. И пора нам перейти к следующей полезной рубрике, которая называется «Безопасные финансы». Прямо сейчас мы расскажем вам, что же делать с деньгами. Ну что с ними делать, если вдруг раз и появилась какая-то свободная сумма, и вы не понимаете, куда ее потратить, так чтобы это было выгодным вложением. А наши эксперты вам дадут полезные советы. Доброе утро! Мы продолжаем нашу традиционную рубрику, в которой обсуждаем важные темы по повышению финансовой грамотности. В конце октября в дистанционном формате прошла Всероссийская неделя финансовой грамотности. На своих онлайн-площадках она собрала более 6 миллионов людей. Ярославская область вошла в топ-20 регионов по количеству участников. Одной из самых популярных тем у зрителей стала тема «Что делать с освободившимися финансами?». Об этом сегодня и поговорим. В период пандемии многие работодатели оценили преимущества удаленного режима работы и оставили часть сотрудников на дистанционке. Наверняка те, кто работает в таком формате, заметили, что это идет в плюс семейному бюджету. Потому что расходы по некоторым статьям наверняка сократились. Например, расходы на транспорт, предполагающие поездку на работу. Расходы на обеды в столовые, дневные перекусы, кофе с собой и прочие. Расходы на досуг, походы в фитнес-зал, массаж и салоны красоты, поскольку ограничения до сих пор сохраняются. Если посчитать, освобождается значительная сумма. В сегодняшних нестабильных реалиях нужно прежде всего позаботиться о создании финансовой подушки безопасности, которой хватит на 3 или 6 месяцев расходов. Важно включить элементарную бытовую экономию, просчитать свой прожиточный минимум, прикинуть, какая сумма потребуется и отложить на 10% больше на неучтенные траты. Это одно из самых важных правил при создании финансовой подушки безопасности. Разумный подход к собственным расходам сразу даст эффект. Появятся дополнительные деньги. Пусть небольшие, но популярная поговорка «копейка рубль бережет» не раз подтверждала свою правоту. Кроме элементарной бытовой экономии, в условиях пандемии дополнительные денежные средства могут свалиться приятным подарком, например, в виде компенсаций за неотгуленный отпуск, страховых выплат, налоговых выплатов, наконец, кто-то просто получит премию. Если деньги лежат под подушкой, они обесцениваются, поэтому важно не только сберечь накопление, но и заставить их работать. Для этих целей существует множество различных банковских продуктов. Например, вклад. Сейчас банки предлагают невысокие проценты, но зато это надежный способ размещения и сохранности денег, потому что они застрахованы. Можно инвестировать на фондовом рынке, вкладываться в акции, облигации, одолжить деньги под проценты различным компаниям или даже государству. Конечно, купонные ставки, проценты при покупке ценных бумаг могут не только расти, но и падать. Риски у ценных бумаг высокие, но и доходность выше, чем, например, от сдачи квартиры в аренду. Выбор есть, но помните правила финансовой грамотности. Чем выше доходность, тем выше риск. А главное, не храните все яйца в одной корзине. В зависимости от ваших целей используйте разные финансовые продукты. Кстати, впереди один из самых любимых праздников – Новый год. И здесь слишком велик соблазн потратить все свои сбережения. Осторожно, праздник закончится и можно надолго остаться на миле. Нужно обязательно составить финансовый план, в который вписать свои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные расходы. Тогда финансовая подушка безопасности убережет вас от финансовых потрясений. И последнее. На сайте Первого Ярославского в разделе «Финансовая грамотность», а также на страницах аккаунтов Регионального центра финансовой грамотности в социальных сетях можно найти много полезной и актуальной информации, которая поможет сориентироваться на финансовом рынке. Удачи вам! Берегите себя и ваши деньги! Субтитры создавал DimaTorzok